Автопробег «Открываем дальний» приуроченный к Восточному экономическому форуму прибыл в Приморье, в конечную точку своего маршрута. Целью поездки было показать и рассказать всей стране, как развивается Дальний Восток, какие новые предприятия появляются здесь и какие программы помогают инвесторам. Журналисты проехали пять регионов, смотрели в том числе уникальную нашу природу, смотрели предприятия, которые создаются с помощью режимов территории опережающего развития и свободного порта и в целом популяризируют государственную политику на Дальнем Востоке. Автопробег, стартовавший в конце августа из Бурятии, организован Минвостокразвития, корпорации развития Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Приморского края. Каждый из пяти регионов журналистам и блогерам запомнился чем-то своим – масштабными предприятиями, приветливыми жителями или природными просторами. Самое большое впечатление, какая у нас огромная страна. Из всех городов, которые мы видели на пути, Владивосток – вот самый город-город, и он такой разноплановый и в то же время самобытный. Мы поехали, я считаю, просто в лучшую поездку на Дальний Восток, потому что я Дальний Восток обожаю. Вообще я из Крыма, и мне очень нравится и природа, и погода, и в принципе путешествия вот именно по России на машине, вот обожаю этот формат. Московский журналист Юрий Кораблев рассказывает, что ради автопробега он отменил личный отпуск и нисколько не жалеет, потому что второго такого шанса не будет. Уже понимаешь, да, ты это сделал, это круто, и ты будешь это долгое время вспоминать. Я впервые на Дальнем Востоке, мне все очень понравилось. Мне понравился Владивосток, мне понравились мосты, размах, размер, море, и вот сейчас мы находимся во Владивостоке, мне здесь хорошо. В программе автопробега было посещение ключевых предприятий, резидентов территории опережающего развития и свободного порта, знаковые для Дальнего Востока мегапроекты, туристические досопримечательности, а также встречи с участниками ключевых программ развития, среди которых Гектар, Дальневосточная ипотека, Муравьев, Амурский 2030 и другие. Попасть, тем не менее, наше предприятие не так-то просто, в любом случае. И благодаря вот этому автопробегу мы смогли, так сказать, за весьма короткое время посетить там десятки предприятий. Это очень важно, причем это из разных отраслей промышленности. Результатом увлекательного путешествия станут многочисленные публикации. Следить за материалами можно по хэштегу «Открываем дальние». Как ранее отметил глава региона Олег Кожемяка, Приморье постепенно возвращается к допандемийным показателям приема путешественников. После ковидных 20 и 21 годов, когда туризм был закрыт во всем мире, край начал восстанавливать турпоток. Так, в 2022 году в регионе побывали более трех миллионов гостей, а в этом году планируют принять свыше трех с половиной миллионов туристов. Анна Дьякова, Олег Завялов, Новости на Восьмом.